Молодые ученые Чувашского государственного аграрного университета выиграли грант российского научного фонда. 5 миллионов рублей уйдут на изучение свойств углеродных наноструктур и их воздействия на живые организмы. Своё исследование они проводят совместно с командой ученых Института ядерной физики Московского государственного университета. О практическом применении исследования в нашем репортаже. На стыке физики и биологии. Как углеродные наноструктуры взаимодействуют с живыми организмами. Именно над этим уже два года работают пятеро ученых аграрного университета. Сначала этой темой заинтересовался заведующий лабораторией Антон Степанов. Затем к ней подключились преподаватели ветеринарного факультета, чуть позже студенты. Речь идет о создании биосенсоров нового поколения. При помощи ускорителя мы можем разогнать ион до больших энергий. И при этом создать очень узкий пучок, узконаправленный пучок, которым мы можем модифицировать наши углеродные структуры, создать в нужных определенных местах дефекты и при этом получить нужный, например, тип проводимости. Для того, чтобы создавать промышленное устройство. Ионная модификация для того, чтобы создать определенный тип проводимости. Все опирается в то, чтобы при создании биосенсоров создать такой материал, который будет как минимум невреден живому организму. Значит, мы должны проверить, насколько он хорошо им переносится. Оторгается или не оторгается. Как он реагирует с бактериями. Не является ли он, скажем так, не способствует ли он заражению организма бактериями. Антон Степанов физик. Считает себя больше теоретиком. Он производит все расчеты. А уже представители другой специальности ветеринарии проверяют точность расчетов. Мы сначала выращивали культуру кишечной палочки. То есть для данных исследований использовался штамм ЕКОЛИ-М17. Это безопасный штамм. То есть он не способен к мутированию. Получается, выращивалась суточная культура. И затем мы исследовали биосовместимость, влияние различных образцов с углеродными нанотрубками. Некоторые образцы оказывали более бактериостатическое действие на ЕКОЛИ. Они мешали им развиваться. Нанотрубки определенных образцов оказывают негативное воздействие на рост бактерий. С помощью таких биосенсоров, введенных в тело животного, будет доступна информация о состоянии организма. Кроме того, результаты исследования можно использовать в робототехнике, космической отрасли и приборостроении. Часть полученных от научного фонда средств пойдет на оснащение лабораторией. Татьяна Иванова, Бахтияр Велиев, Республика.